Привет! На самом деле я всегда более-менее лояльно относился к беспроводным наушникам от фирмы QCY. Исключением будет разве что модель T3, которая в свое время мне совершенно не понравилась, но то было начало их пути. Когда-то их приход на рынок сильно пошатнул нишу подобных устройств, особенно по части цены. Ведь QCY это почти всегда нормальное качество по доступной цене, разумеется с имеющейся долей брака, от которой никто не застрахован. Но как и у всех производителей, есть у них модели удачные, а есть не очень. И вот по-хорошему к какой категории отнести новые наушники HT03 для меня по сей день остается загадкой. С одной стороны за плюс-минус 35 баксов нам предлагают функции активного шумоподавления и прозрачности вкупе с полноценным управлением. Но с другой, мы же все прекрасно знаем их фирменное приложение для настройки, которое даже со временем, увы, лучше работать не стало. Но напрягает в этой модели даже не столько сам софт, а непосредственно внешний вид новинки. Возможно на видео этого и не заметно, но когда достаешь наушники из коробки, тебя мгновенно посещает мысль, что у тебя в руках какая-то детская игрушка. Материалы корпуса зарядного кейса и самих наушников очень дешманские на ощупь. Глянцевый черный пластик, болтающаяся крышка кейса с петлей без доводчика и фиксатора, и в целом довольно габаритные размеры, особенно учитывая, что внутри установлен аккумулятор на 380 мАч. Подобного можно ждать от каких-нибудь Lenovo за косарь, но никак не от QCY, по крайней мере за такие деньги. В общем внешний вид тут на крепкую троечку, но не больше. Теперь что по функциям. Управление в наушниках сенсорное с закосом на более элитное посредством сжатий. На ножке каждого наушника имеется небольшое углубление, куда и спрятана сенсорная площадка. Настроить жесты как обычно можно в фирменном приложении QCY, но прежде чем что-либо настраивать, тебе необходимо их обязательно обновить. И здесь тебя будет поджидать ещё один прикол. По крайней мере лично я подобного никогда ещё не встречал. Дело всё в том, что для установки обновления необходимо его накатить на каждый из наушников. И алгоритм здесь следующий. Достаёшь один из кейса, а второй оставляешь внутри с закрытой крышкой. Нажимаешь обновить и ожидаешь завершения. После чего аналогичную процедуру проделывать нужно со вторым наушником. И только после этого можно приступать к их настройке. В противном случае, скорее всего как было у меня, жесты управления, выбранные отличными от заводских, не будут сохраняться, а будут соскакивать на дефолтные. Плюс ко всему, только после обновления из наушников уходит ярко выраженный белый шум в режимах шумоподавления и прозрачности. Ну как уходит, его становится меньше, совсем он никуда не денется. Ну а мы двигаемся дальше. И для выбора у нас доступно по три жеста для настройки на каждом из наушников. Одинарное, двойное и тройное касание. И лично я во избежание бесячих мискликов настроил свои наушники вот так. Одинарный тап это плюс-минус громкости на правом и левом наушниках соответственно. Двойное касание отвечает за плей паузу, а тройное за переключение треков. Правый мотает вперёд, левый назад. Переключение между режимами зашито на постоянку в правый наушник по удержанию пальца в течение двух секунд. То же действие на левом отвечает за активацию игрового режима. И вот, казалось бы, чего ещё нужно? Управление полноценное, всё чудесно. И по-хорошему так-то оно так, но реализация какая-то неудобная. Не знаю как объяснить, но именно в этой модели управление с сжатиями мне не понравилось. При этом датчиков автопаузы на борту нет, да и по-хорошему активное шумоподавление здесь для галочки. Оно конечно старается выглядеть годным, но всё на что оно способно, это погасить гул торгового центра или шум присущий опенспейсу в офисе. А режим прозрачности я бы вообще не включал. Вместе с трансляцией окружения тебе до кучи демонстрируется мощь встроенных микрофонов в виде лёгкого белого шума. Короче говоря, более сырого продукта чем этот я давненько в руках не держал. Вкусивай однозначно поспешили с релизом данной модели. В принципе тоже касается и звучания. Нет в нём сочности и объёма. Бас перекручен, верхушек очень мало. Оттого и создаётся такой эффект, как будто ты сидишь в помещении 2х2 и пытаешься слушать концерт. Про пресеты эквалайзера в приложении я и говорить не хочу. Они картину не исправляют совсем. Здесь разве что руками можно что-то попробовать накрутить, да и то нормально лично у меня не вышло. Лучше уж оставить всё по дефолту. По крайней мере громкость останется на хорошем уровне. Запас по этой части в наушниках есть и свой тест автономности я как обычно проделывал на максимальном её уровне на звуковых настройках по умолчанию. Мой результат в данном тесте составил 3 часа и 47 минут, после чего правый наушник сел, а левый остался играть ещё какое-то время. Ну а теперь, если ты ещё не закрыл данный обзор, я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают встроенные в эти наушники микрофоны. Проверяем работу микрофонов в наушниках UCY-HT-03. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Я сейчас, по традиции, открываю окна в сторону. Они сюда порывами сдувает ветер. Есть ещё шум от дороги, от приезжающих мимо машин. По факту у меня получается сейчас скорость около 70 км в час. И вот так отрабатывают шумодавы в этих наушниках. Ну и, разумеется, по традиции, второй тест с печкой. Куда же без него, собственно, я сейчас выкручиваю её на максимум. Она потихонечку набирает обороты и уже буквально через 5-6 секунд в салоне будет стоять очень сильный шум. Ну вот такой вот фагментный шум. Я теперь ставил специально что-то послушаем при каких условиях. Данный тест проделывается. Ну и примерно так тебя будет слышать собеседник, если ты будешь с ним разговаривать по вот этим вот наушникам, обогреваясь печкой на полную зимой, к примеру, в машине. Как-то так это всё работает. Ну а вот так звучат микрофоны наушника UCY-HT-03. На озавленной трассе это проспект мира около 7 утра. Шум от дороги, от проезжающих мимо машинки, выпущенный ветерочек. Не знаю, насколько вывезут данный тест, а это микрофонная. Но, тем не менее, практически технику UCY я тестирую здесь. Наверное, за включением только C-13. C-13 были на МКАДе. Но там тоже очень шумно. В общем, вот как-то так отрабатывается самога у этих наушников. Как-то так это будет слышать. Здесь не привел в таких сценариях использования, привел в таких условиях установки. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. Главного в паре нет, и ими можно пользоваться как вместе, так и по отдельности. Что в принципе логично, если даже обновлять их нужно по одиночке. Как я уже упоминал ранее, на борту имеется рабочий игровой режим, который активируется с зажатием сенсора на левом наушнике. В своем игровом тесте в популярных шутерах PUBG Mobile и Call of Duty Mobile я получил результаты по задержкам в интервале от 120 до 200 миллисекунд. Что в целом нам говорит о работоспособности данной опции. Отыграть партейку другую можно с должным комфортом. Ну хотя бы что-то в этих наушниках работает нормально. Связь со смартфоном обеспечивает Bluetooth модуль версии 5.1. И с заявленными расстояниями в 10 метров от источника наушники справляются. В городской квартире пару стен сигнал прошибает, но не более. Тест проводился в OnePlus Nord CE, Realme Narza 30 и Poco X3 NFC. Во всех этих смартфонах также установлен ответный модуль версии 5.1. Ну и подводя некий итог скажу однозначно. Данные наушники рекомендовать к покупке я не могу. Они мне не понравились ни по одному из критериев. Очень сырая модель, которые вряд ли допилят прошивками. Им проще новую выпустить, как это было уже не один раз. За эти деньги лучше купить те же Realme Buds Air 2 или более доступные QCY T13. Которые будут в разы лучше, не имея на борту активного шумоподавления. В общем вот такие вот мысли были у меня по данной модели. И если у тебя остались вопросы, то задавай их в комментариях. Или же добавляйся в мой телеграм канал и группу для вопросов и ответов. Помимо меня там есть замечательные люди на опыте. Так что чем сможем, тем поможем. Спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok